Ребят, здорово! С праздником! Счастья, здоровья и всего наилучшего! Так... Вчера доделал новый поп на Некра для софта, а не для ХК, конечно. Ну и получилось по Дипсу печально, но сама база получилась довольно интересно. Я сюда засунул все современные, скажем так, Дефенсы. Но Дефенсы еще существуют в Фуэр. Но это такие часто применяемые. В том числе и на Хардкоре. Но тут местами нужно немного перекручивать. Но суть как бы она одна. Сейчас такой Дефенс довольно распространенный и часто будет использоваться. Но не везде, но часто. Так что Спектров сюда можно будет применить других, конечно. Но я сделал Слейф Драйвера. Это довольно неиграющие Спектры с кучей проблем. Помимо Дипса у них еще и Дефон страдает. Но я им даже тут и Дефон смог сделать. То есть просто сюда надо будет придумать то есть каких-то других Спектров. Сейчас это гир собранный на Лайтинг, на Элементальном. Но это все можно перестроить и на других, конечно, Спектрах. Но сама то есть база суть. То есть от чего я вообще шел и то есть что я делаю? То есть вот я выписал чтобы было более понятно. То есть физ Дефон Эли Дефон Избегание урона То есть дополнительные там блоки если возможно уклоны Авоиды Хаос Дефон Сустейн и билда Курс Дефон Пантеоны Ауе Аур для миньонов тут это важно Миньон Дефон Миньон Мувспид То есть Клирспид какой у них будет Миньон Сустейн Крафт вещей Как они будут крафтиться потом чтобы ты понимал Ну это уже в процессе я уже понимаю как это будет крафтиться и поэтому я беру фрактуры уже как бы заранее уже как на опыте скажем так Цена билда да сколько это будет стоить чтобы это не стоило блять три Мирора и шмотки были эти на трейде Клирспид билда как он будет бегать там ну аниматрон как одевается Дефон тоже да аниматрон а там сустейны резы ну и галочки откуда что вообще берется где это будет работать или там где это не будет где вам там блять переукрасили там лишнего а где это вообще как бы и не будет работать ну а точная то есть физдефон у Гира нет армора он ему здесь потому что не нужен смысла там в нем особо и не будет даже если разменять здесь уклон на армор то разница хуже даже станет потому что у Гира вот эта тычка которая идет элементально она идет на спылы то есть это у него сейчас тычка вот эта в побе это идет с пылы потому что поп видит сколько он дает два раза 50 лесса вот но например урон который обходит сапресс мэйва мэмори там не работает сапресс поэтому у билда самая сильная сторона всегда сапрессом будет это с пылы потому что поп видит с пылы а тычка которая вам будет прилетать не в спел а в блок атак либо в уклон то есть допустим там минотавр да подкоп допустим это у него он обойдет вам сапресс он будет вам уже бить ввжен допустим аул и вообще много уронов которые тоже будут вам попадать обходить то есть сапресс есть но самый мощный конечно урон это спел но у гира есть 90 арест то есть даже если ему обойдут сапресс то есть у него все равно есть дефон и как бы сапресс дружит хорошо с уклоном потому что вот вы закрываете как бы меньшую тычку которая у вас где сапресс не будет работать то есть вот она допустим да там типа 54 тысячи но это не так смотрится это надо смотреть в калсе поэтому вот такая с энергия идет как бы крутая то есть у вас по сути спелы закрыты очень сильно потому что у вас 90 рез еще и 50 леса сапресс но даже если вам пробьются пресс то у вас все равно есть дефон потому что у вас еще есть элемент плоская тычка плюс тут же это сразу идет доддф и по итогу выгодно играть эвэйжен с сапрессом если сюда добавить допустим армор разницы не будет это гира вообще особо не изменит смысла в нем нету плюс спел чем сапресс хорошо спеловый сапресс он еще добавляет и на хаос спел и на фис спел то есть ну короче суть в том то что можно играть без армора для хк мало но надо там ставить просто lighting coil там делать в районе 80 90 физ конверта и все и можно скипать армор и играть на эвэйжен эвэйжен будет круто вот то есть физ дефонсы то есть как их делать то есть тушка 12 процентов шапка 7 плюс 8 то есть 15 то есть 27 физ конверта вот чер 10 37 физ конверта и летал прайд 10 физ конверта 47 плюс некр дает 10 физ редакшн когда у вас 10 миньонов то есть для софта этого вполне хватит то есть это физ дефонс гира ну-ка сколько ему шепер бьет ну шепер слэм конечно его убивает уберов я не буду смотреть обычных ну учитывая что у гира 4 600 лайфа это как бы некр такой лайтовый то тычка даже по шейперу где 13000 физ то есть для такого ну обычного гира это нормальный показатель вообще вполне то есть пойдет жить он будет ну в обычном контейнере ну я думаю т17 если конечно здесь бы были спикеры там синдикатов целямов хотя бы 25-30 да у которых ауэ зачистка то конечно он бы он и уберов бы закрыл и т17 бы он закрыл то есть все будет дело в спектрах упираться но сама база она будет работать такая же у меня похожая база у триксера и многие так играют на хк суть просто у них там чуть-чуть другие да там дефон некоторые местами выше дефон цена суть одинаково то есть круто вот она одна фаер фласка больше у меня нету фласок других вот у меня щит фрактурно плюс 3 и мелдинг и мелдинг все а зачем смысл тут ставить три элементальные фласки которые все равно вам рез не выведут а тут зато есть полезные все фласки то есть вот она база то есть вам только остается добрать вот здесь три и пурите у меня ну тут усиленная пурите и вот по синергиям ну да у меня больше нигде нету максрезов щит пурите аура эффекты тут по ветке там сколько-то стушки да и все и вот 90 рез главное резы потом закрыть и все остальное вот ну то есть вот физдефенс я рассказал дальше идет элли дефенс дальше идет элли дефенс ну то есть тут что уж много нечего рассказывать 90 рез и сопресс нормально то есть дот его тоже закрыт на самый край вот это берется на какие-то там лютые доты как там шейпер лучи все под этим нодом его не будет бить ни лужи ничего то есть вообще спокойно гир будет в луче ну то есть переживать время луча чтобы выпрыгнуть то есть можно еще вот это брать то есть 90 рез мы под этой штукой дот его плюс-минус особо уж там бить не будет вот или дефон то есть избегание урона то есть ну вот я говорю дополнительно то есть эвэйжен и блоки но блоки я здесь сделал не как для билда то есть они по сути здесь билду не нужны потому что у меня здесь нет вложений я их сделал спектрам блоки поэтому блок как бы тут за дефенс особо считать не нужно но вообще как избегание да то есть блоки дополнительно ну в моем случае только эвэйжен вот это избегание урона дальше идут авоиды местами делаются авоиды частично в некоторых гирах где-то пантеонами где-то chill freeze там с пантеона где-то с ботинок и moonshoc там бывает с пантеонов делают бывает там темпы шилд ставят играет бывает не делаю да там когда у гира есть большие сустейны там 90 но в этом случае влезло все авоиды вот это вот с этой штуки 50% авоида всех авоидов вот они получаются то есть тут все авоиды и то есть ботинок 20% авоид элемент это мелкий там тир мелкий и чуть выше тир вообще там это фигня и мод ашлина ну ашлина сейчас нету но суть такая же тоже это легкий мод делается тут это вообще самый мелкий тир он там 30 35 то есть вот здесь 30 с ботов 20 и вот этот джевел ставится 100% сапресса значит он дает 50% авоидов то есть все авоиды и как дополнительно вот эти сапы бриттл скорчи это там который там есть крит который по вам увеличивают резы вам снижает занижает и по моему он вам еще урон будет занижать на лайтинг мод так он дает дефенс если вы билду используете но если вам будут вешать ну не знаю я так думаю что вам типа будет снижать урон но это такие не прям обязательные авоиды но тут так с энергиям влезло и это самый лучший вариант префикс там все равно пустой его нету префикса здесь он ненужный префикс в натушке а в ботах тут тоже модов нету особых и получается как бы и джевел так как сапресс то есть вот так делаются авоиды дальше сустейн ну и сустейн и так пойдут то есть реген но если бы был тупо реген это довольно такой не особо уж сустейн ну вот лич будет новая ассентенс ну вот то есть два сустейна то есть какой-то лич и реген ну и фласка в межфазах там можно брать вот эту вот этот пантеон он будет сустейнить фласки в межфазах когда вы ее не используете хп фласку все ну я думаю пойдет как бы хватит так курс дефенс ну курс дефенс не очень обязательно то что то что вам могут резы занижать плюс вам закидывать экспорсив и в минус вас загонять жестко если допустим вы собрались там бегать шахту если у вас будет ровно 90 рез допустим и у вас не будет избегания курс снижения и овереза с чего-то допустим там бывает можно брать на элементальных билдах у них фласку на 35 алреза то вам постоянно будут прокидывать курсы и постоянно экспорсив и вас будут загонять просто врезы и вы тупо даже рыть не сможете то есть у вас должен быть какой-то оверрез и еще оверрез какой-то фласки либо просто большой оверрез если у вас нету какой-то дополнительный уник фласки допустим но в этом случае нормально ну вот здесь влезло то есть курс снижения ну тут большое ну даже взять 60 округлить 60 плюс 95 процентов 110 117 ну короче курсы ему пофиг так-то такой довольно не очень уж полезный мод но в целом тут все влезло курс снижения взять больше негде нормально то есть пантеоны пантеон здесь от анкистана прокаченный вот этот пуруно быстрее из тана выходить но так как это некор ему можно играть без антистана не обязательно ну и этот от блида чтобы вы когда бежали вам ну короче чтобы лишний рип не ловить от блида на боссах где нужна фласка можно брать вот этот рюс лата все вот такие пантеоны всегда смотрите пантеоны а то у меня спрашивают какой пантеон вот пантеоны тут все вот все пантеоны есть все антистаны прокачаны ну бывает еще воид берут здесь фроузен но здесь все воид теперь ау ау то есть вот хаста бывает не берут вот это мастери так дюрейшен надо брать да потому что временная хаста и плюс тут 90% дюрейшена хаста очень долго очень приятно еще и вал хаста там работает я не помню секунд ладно сейчас посмотрим вот оно ау я то есть надо брать все ау чтобы у всех миньонов всегда они были работали все аура так defines баннер пофиг врат вот видите везде ау ау вы типа ау работ только для своих миньонов если у вас радиус будет мелкий очень очень мелкий вы тупанете там билд у вас допустим миньоны под агрессией особенно там как такие как зомби да они вообще разбегаются они милишники на спектрах дальнего боя это не так критично они потому что не так сильно от вас убегают они потому что дальнего боя но вообще можно сделать поп затупиться уе аурами на зомбях и по итогу особенно там дредбаннер он мелкий когда на импейлах играют в побе у вас дивс будет а по факту не будет они у вас убегут под агрессией и у вас не будет что-то работать то есть дпс будет не соответствовать ваш ну грыса им не нужна пурить и фаер им тоже не нужно ну нормально тоже есть но главное дпс аура остальные пофиг дальше идет миньон дефенс вот это самое интересное потому что слейв драйверы это вообще каличные просто миньоны им вообще сложно сделать дефенс вообще на этого гира можно как бы да переделать с блоков на обычный на флеш офферинг тут и дипс добавится и клир добавится но надо жирных спектров а слейв драйверы жить не будут у них хп всего блять 36000 ну вот то есть реген у них будет 3600 вот они будут блочить лич у них будет это не только слейв драйверы это и другие спектры могут так играть плюс экстра с у них нормально хпм разогнал пришлось сделать вот импавер он дает не прям много чуть но тут он разница между другими линками невысокая но он зато им добавляет лайф плюс он здесь как пятого уровня типа как типа как авэкинет потому что на тушке крафт суффиксов стрэнджем инки то есть плюс 2 крафт это имба не знаю почему этим не пользуется может начнут пользоваться то есть в таком случае импавер нормально дает он дает плюс 4 но вообще если бы они были жирные спектры и блин был бы допустим какой-то лучше то конечно можно было бы это скипнуть и этот мод вообще не крафтить но в этом случае вариантов нету то есть пусть будут они жирнее ну вот у них блоки получается ну и вот у них реза то есть еще фаерес у них 90 потому что пурить и фай хаос ну почти кап нормально ну вот блоки регены то есть нормально жить они будут и так у зомби ну зомби нормально то есть у них 6800 реген 68000 лайфа 40000 ес а зомби умирать не будет аниматрон 93000 лайфа 9 ну там еще он поп не видит его шмотки тут у него чуть может побольше и ес 56000 ну короче нормально проблем здесь не будет да у них тут вот у всех макс резы блоки зомби аниматрон нормально короче дальше идут миньоны мувспид сейчас я посчитаю сколько ну вот получается хаста дает 33 мувспида шлем плюс 20 кольцо плюс 28 81 ну как бы пойдет если конечно им еще флеш офферинг поставить будет еще больше но на зомбях у меня еще на кольце вот здесь было суффикса мувспид у них 28 но тут что-то не влазит но вообще как бы можно постараться у меня еще было на кольце 28 вот то есть мувспид им тоже нужен а то они медленные очень будут ну и цена билда то есть ну я думаю на таком этапе лиги сейчас если это собирать ну я думаю дифф 400 тера 500 такое можно сделать вот ну для такого этапа это конечно как бы недорого но я говорю проблема что эти спектры имеют плохие показатели то есть вот нужно сюда ставить каких-то играющих спектров переделывать линки переделывать может ауры какие там спектры дамажат там по-моему есть хаосные на банках у них если я не ошибаюсь у них по-моему шанс поизона должен быть сто процентов то есть им не нужны будут вложения в в поизон либо есть там пауки такие бегают ну то есть это уже надо как бы тестить то есть собирать гира и тестить уже по факту их в побе нету то есть как я могу смотреть вообще их урон то есть как их дефенс то есть нужно поп а их нету в побе то есть вот методом тыка смотреть их теги с чем они работают и уже по факту то есть тестить вот как вариант то есть у кого есть желание лишняя валюта можете сделать это и тестить спектров каких-нибудь там новых я не знаю вот может я потом попозже как-нибудь сделаю но в целом как бы думаю база работать будет хочу сам ее как бы попробовать ну и вот сейчас еще аниматроны покажу то есть это элементальный аниматрон учитывайте что это элементальный аниматрон не хаосный там не физовый каждый аниматрон одевается под разный билд боты топор с этой штукой продается рецепт фуз надо один два или три я не помню или четыре а может и один и он дешевле будет вам дивана на полтора на два кулинг дает там ну я покажу ладно шапка снижает все резы с хаосом она тоже будет работать это считается тоже из-за хаос рез если вы в белое покрасите шапка нормальная и красите в красите забыл прикиньте простые вещи можно забыть забыл цвет прикиньте синее гнездо прикиньте забыл вот ну то есть тут надо красить уже по факту под каждый билд и тушка на доп курсу плюс обходит курсы ему курсы не блочат и перчи сейчас еще покажу перчи тупо любые то есть просто или викнос любые перчи уники не уники там со статами хп регены можно там хаос у него кап то есть тупо регенов можно ему набрать типа такого ну то есть любые короче перчи или викнос ну и вот сколько дает аниматрон я его вписал в шлем сейчас мы посмотрим 10 лямов 6.8 ну вот много дает а а теперь если взять и добавить сюда спектров допустим типа мы в теории шлем изменили 4 спектра добавится будет 9 и убрать фиди френзи потому что источника фиди френзи у вас не будет вы кроме спектров юзать никого не будете а юзать отдельный линк там это дрочилку вызывать видел я там одни гайды умельцев где там еще дополнительных суют спектров вызовите там прям на мапе еще это вообще дрочиловка этот вариант я не рассматривал значит фиди френзи мы не берем ну и вот получается то есть типа если в теории сюда поставить шапку на плюс 4 спектра ну и вот с энергия что-то не такая уж и высока получается аниматрон правильно одет и дает дохера ну разница в 600 тысяч нахуй а тут еще зомб зомб атакуют тут еще есть урон зомбей у вас зомбей не будет ну да ну ладно у них тут фигня гипса ну то есть по итогу получается 5 спектров баффи ди френзи и аниматрон дают не меньше чем 9 спектров ну и смысл какой юзать ту шапку пустую где нету нихуя то есть ну разница разбег будет у вас в лям ну допустим если у вас будут лютейшие спектры у которых будет разбег больше ну то есть допустим вы сделаете 30 лямов на спектрах вот так вот в таком сетапе с правильным аниматроном если он его бустит будет бустить правильно да то есть если правильно гиро собрать пас энергия то получается не все спектры нуждаются в том шлеме вот который уник шлем дает плюс 4 спектра но вы не можете юзать других может с энергия на слайф драйверах такая не сильно разбег всего 700 тысяч да но именно на этих спектрах то получается лучше то есть прикиньте у вас полноценный шлем ну 5 спектров а там у вас будет не будет никого другого но зато будет 9 то же самое но так лучше потому что тут бонусов куча со шлема вот а цифры я вам не могу показать других спектров и аниматроны я не могу одеть по-другому потому что не надо спектров чтобы видел поп тогда бы я вам показал и другие сравнения так что я думаю такая база лучше работать будет а уник шапка пустая без всего сложно где вы заберете резы где хаос рез где вы хп там нету муспит у них там нету физконверта там вообще ничего нету это голая шапка она специфическая это вообще ее юзать я хер знает когда ну у меня она бы не влезла в этот билд да хоть она 10 спектров будет давать как гирос этапить дефенса не будет того не будет разменивать тут и так дефенс и так на пределах наверное я бы сказал а еще и ту шапку ну то есть вот лично мне она не нравится я бы ее не стал юзать а сравнение я вам показал что нормальный аниматрон тоже дает немало хоть в хаосе он вообще база без аниматрона вы в поизоне вообще не сделаете билд нормально билд на эли можно а на хаосе никак не сделать там он очень вообще там дает там и взрывы и курсонки да там вообще сумасшедшие бонусы с поизоном но тут тоже нормально так что вот такая еще ну и галочки то есть откуда вообще да что должно браться то есть у гира нету ни повер чарджи ни фрейз не чарджи потому что нет источников никаких это то что они будут блочить то что они блочат с бон офферинга у них будет регенерация бон офферинг усилий но он будет регенить там 5% так как у них блока 60 ну по 62 да блочить они будут нормально то есть это вот вписано не просто так из воздуха 10 миньонов то что физредакшн дает когда рядом они лайтинг берется мод вот этот слайд пена вот этот экспорсив вот это это как интимидейт только это скажем так спыловый интимидейт такой же то есть он дает так же то есть увеличенный входящий урон здесь он идет на атаке интимидейт а здесь на спылы то есть тоже это жесткая штука в не крит версиях особенно когда вы берете control destruction это довольно он стоит вообще ничего не стоит камень но он дает до хера вот это берется с control destruction вот этот мод 10% ну к спид у них здесь 8 к спида то есть вешать они его будут в любом случае часто шок то что они в любом случае шок будет вешать ну 5% точно может даже больше но я выставил минимальный 5 вот кондуктивити вот она будет вешать кондуктивити курса и шанс шока будет 25% плюс они бьют лайтингом ну то есть шока не будут вешать вот это курса у гера а или weakness доп курсу это уже кидает аниматрон вот она вписана то есть доп курса или weakness все бонусы то есть это все бонусы которые я показал они будут работать всегда стабильно везде 100% форту я не вписывал форта есть аниматрон но так как он под агрессией не будет на гера работать но на них будет на миньонов поэтому я это не вписываю это вообще никогда не вписывайте вот если убрать фиди френзи поставить мидшилд то топор будет на вас работать да но тогда фиди френзи не будет короче это не нужно может для хк то можно как-то переделать ну да вот фиди френзи это дают баф аниматрон зомби и то что заюзался скил миньонов чтобы работала вот эта штука и два мода с гастлом это будет срабатывать когда будет прокать бон оферинг и секрет бон оферинг будет работать и когда будете вешать юзать кондуктивити в любом случае вы куда прыгаете вы к себе притягиваете то есть ну в целом этот мод будет работать 80% из 100 скажем так да от 70 до 90 даже так наверное вот так а ну голем это голем просто для регена он чисто так не прям уж обязательный пурите должна быть минимум 23 уровня если будет меньше то у вас рез теряется на вот на 22 она дает меньше а на 23 ну да нахер она здесь тогда нужна 21 не нужна тогда можно реза взять больше 20 20 ну да этот момент ну да потому что кольцо на плюс 2 ну на плюс 2 но я я даже не проверял сколько оно стоит но оно будет стоить точно пару хаос на плюс 3 да может но зачем плюс 3 плюс 2 а так по сути да даже бы хватило плюс 1 тогда можно было бы взять 21 ну и все если дети джевелы должны быть тоже не тупо в башку взбрело они должны быть в местах там где нужно потому что если вы вот этот джевел допустим воткнете куда не надо он вам большие ноды испортит и у вас будет дебаф на них неправильный то есть вот этот джевел и еще там есть один я его убрал из поба они должны быть всегда в каких-то радиусах отдельных где ничего не берется то есть типа если так то в этом радиусе ничего не должно браться либо в кластеры самый лучший вариант тут тоже радиус должен быть 40 но тут есть радиус тут самое удобное место кучное получилось потому что тут три нода это все три нода обязательные они крутые полезные потому что беттери надо и это дает экстра ед то есть тут монокостов напряга нету 700 ес у гира монокост вот ну то есть с маной тут напряг не будет вот они бьют молнии вот этот вот слейв драйвер погонщик рабов по русски вот это вот на них билд сделан ну а говорю такие спектры не очень прям сильные можно и сделать других пятый ак ну все все рассказал вот нюансы хотите ставьте каких-то других спектров но на каких-то домажных спектрах понятное дело что гипса то легко сделать а вот блять не на рабочем гире попробуй сделай вот это вот посложнее поэтому я решил сделать на нерабочих как бы ну это в любом случае эти спектры работать будут ну 10 лямов пойдет скажем так пойдет ценник то что большой да стоил бы он див бы там 100 то это нормальный был бы гир ну вот я сделал базу на скажем так на слабых спектрах но играть они будут ладно эта сборка будет играть поэтому если сюда засунуть сильных спектров возможно еще бы разменять ихний урон на более дефенс то гир точно работать будет и все тут будет четко так что вот на такой базе можете нихуя волхаста дает ну да еще и работает 8 сек так что вот на этой базе можно что-нибудь покрутить такая была инфа безусловно такое в покрутить своё м оно есть тоже что что